Каких только артистов не интервьюировала кинопанорама за этот период, и очень видных артистов, и не очень видных, ну вот я счастлив, что сейчас я могу представить, так сказать, совсем не видного на кинопанораме артиста. Вот, значит, первая реакция. Вот, значит, это всем нам хорошо неизвестный, значит, Закадров Некадрович нетронутый. Что бы мне хотелось, так сказать, узнать у Закадров Некадровича? Ну, во-первых, значит, мне пришла сейчас мысль, сейчас, где она? Значит, интересно, что он всем вам хорошо неизвестен по ряду картин. Значит, что примечательно, что Закадров Некадрович практически не снялся, ну, на всех студиях наших стран. Что здесь на всех? Я так стабильно не снимаюсь на Мосфильме, Ленфильме и студии Горького. Ну, интересно, что за этот период, если в прошлом году вы не снялись... В восьми картинках. ...то в этом году он уже не снялся. Шестнадцать. Так что рост какой-то налицо. Ну, да, да. Вот. Вот вы знаете, конечно, в наш адрес, в нации Кинопанорамы, приходит масса писем... Да, да, да. ...от телезрителей, от любителей кино. Примечательно, что ни в одном из этих писем совершенно не интересуется ваша биография. Вот. Я думаю, что имеет смысл поблагодарить... Ну, конечно. ...наших телезрителей... ...за то внимание, которое они вам, в общем, не уделяют. Скажите, а где вы сейчас не снимаетесь? Одновременно у нескольких режиссёров. Ну, надо сказать, у меня есть преимущество перед другими актёрами. Я знаю моих коллег. Да. Меня не снимают без проб. А, вас не пробуют, чтобы снимать, я так понимаю, да? А, не пробуют, чтобы не снимать. Да, это интересная мысль. Интересная мысль. Вот тут мне пришло в голову... Да. Скажите, это не вы снимались... Нет, не я. А вот тут яркий эпизод... Без меня. Вот тут скандал был, который... Ну, тут со мной. Спасибо, интересная мысль. Скажите, пожалуйста, вот вы много смотрите на «Панорам», так сказать, знаете, спутник кино от зрителей. Вот как вам, как зрителю уже, а не как артисту, как вы считаете, что легче, задавать вопросы или отвечать? Ну, как говорится, вам карты в руки. Вы же их задаёте, вы же на них отвечаете. Какая интересная мысль. Мысль интересная. Мысль это интересная. Скажите, пожалуйста, а вот о коллегах? Это такой болезненный коллег. О коллегах... Всегда легче говорить о себе, да. О коллегах легче, конечно. Потому что... Сейчас такая теория возникла. Мелькание на экране. Мелькание часто. Мелькание часто. Мелькание, интересная мысль. Одни артисты мелькают чаще, другие мелькают. Да, реже. Ну, мелькают, мелькают. Возьмем, к примеру, Армена. Чего? Лучше Жанна Поля. Как? Бельмондо. Бельмондо. Возьмём, давайте. Он снялся в 186 картинах. Интересная мысль, да. Ему никто не говорит, что он мелькает. Нет, никто. Я не снялся в 186 картинах. Да. Мне говорят, надоел. Интересная мысль вообще. Мысль интересная. А вот хобби, знаете, такой тривиальный вопрос. Выдуманное дело хобби. У меня на хобби нет времени. И хобби нет. Это интересная мысль. Ну, вы же, вы же поёте. Да, ну, вот, к примеру. Летят утки. Интересная мысль. И два гуся. Животные. Животные, животные. Вообще, я приверженец документального кино. Это интересная мысль. Потому что к нему я вообще никакого отношения. Понятно. Вот волки. Волки, да. Знаете, волки. Снимаются? Задрипанный, кинематографический волк. Я знаю, они в вольерах их посылают. Снимаются. Снимаются. Я не снимаю особо. Белочка. Белочка маленькая. Маленькая белочка. Маленькая белочка. А мысли интересные. Интересные мысли. А вот такая проблема вечная. Это, так сказать, вопрос музыки в кино. Музыка. Я, вы знаете, я считаю, что физическая форма актера, я думаю, это фильмы, которые давно с экрана сошли. Потому что, допустим, музыка жива. Он каким-то образом худит. Правильная мысль. Как он худит? Уже актеров многих нет. Фильмы где нет. Музыка в народе. Если он скачет сам на коне. Фаниск. Как бы его ни злимировали. Или бы на него ровниться. Если это привязывается. То тогда я не знаю. Вот скажите пример. Ну, не знаю. Ну, Миронов. Ну, Гафт, вот. Гафт. У него свои пиццы. Какие бы ни было зрители, это будет приключенческая. Я знаю, что он делает зарядку с утра. Или даже психологическая попытка. Он привязывает к ногам, гампель, и не со мной. У меня больше всего вон уйти сын будет физической формы.